Радио России. Общество. Психология. К текущему моменту в студии Радио России обнаруживается специалист-психолог Наталья Толстая. Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, друзья, говорю я, Дмитрий Таиров, ведущий программы, или правильно будет сказать, соведущий. Тема программы – свадебная церемония. Психология мужчины, психология женщины. Насколько в самом деле разнятся взгляды на именно церемонию, чтобы наши слушатели не привратно нас с вами не поняли, речь идет не о факте обручения, о факте самого момента, чтобы женись на мне или выйди за меня замуж, а о церемонии как таковой. То есть мы прошли через знакомство с родителями, через стресс-ухаживание, все, кольцо подарено, уже невеста и жених, уже подали заявление, мы знаем дату, и дальше начинается... Выставляют ли какие-то разногласия, на самом деле, видят ли себя по-разному мужчины и женщины, в данном случае, женихи и невесты? Совершенно верно. Не буду голосовывать, потому что в этом году я женила свою дочку, да, была у нас свадьба, большая церемония, и мы никак не участвовали. Ни мы, ни родители с той стороны, потому что дети сказали, праздник наш, жених будет делать по своим силам, мы сделаем, как сделаем, поэтому просьба не осуждать, но и не лезть. И мы до последних двух суток даже не знали, будет ли у нас автомобиль с кондиционером, будет ли хотя бы одна бутылочка шампанского у ЗАГСа. Совершенно ничего не знали, ничего не было, мы узнали за сутки, все купили. Кого больше беспокоит, мужчину или женщину, наличие машины с кондиционером и бутылочки шампанского? Наших молодоженов не интересовало ни одного, ни другого, это интересовало родителей. И, собственно говоря, это ритуальное мероприятие, такое веховое, большое, жизненное, которое, собственно говоря, делается в виде реверанса для родственников, для того, чтобы рассказать о своем счастье, и чтобы родственники могли потанцевать и что-то подарить. Теоретически многие говорят, что это праздник для жениха и невесты, как наши, собственно, считали. Это, говорит, наш праздник, а вы развлекайтесь, как хотите. И сидишь такой и думаешь, о-о-о, первые слова жениха на свадьбе, а потом минут сорок проходят, и понимаешь, да, я буду развлекаться, никакой драмы в этом нет. Жених не хочет ничего делать, невеста ничего не хочет делать, они развлекаются, к ним пришли друзья, взрослые умеют развлекаться и будут развлекаться. Но есть пары более благоразумные, которые нанимают специалистов. Вот уточнение момента, не хочет ничего делать, что это значит? А что они должны делать? Улыбаться, становиться на фотографии, не жевать жевательные резинки, не напиваться с самого начала. То есть, уделять внимание, приехавшим издалека родственникам преклонного возраста. То есть, ну, хоть чуть-чуть подумать, бабушки, есть где сесть? Ну, вот об этом тоже нужно думать молодым, если они берут на себя организацию. В данной ситуации вы рассказываете о собственном опыте и говорите о том, что ваша дочь и ваша зять совершенно сразу же заявили, что нас не интересуют бабушки, нас не интересуют дедушки, у нас праздник. Но если вы не приедете, мы обидимся. Июль, жара, билетов нет. А не подумали о том, что бабушка и дедушка сидеть-то негде будет об этом? Или это все-таки как-то учтено было? Мероприятие праздников. Собственно говоря, я как психотерапевт могу сказать, что лучше многие пары потом, через несколько лет, мирятся, пересматривая свадебные фотографии. Да, или если супруга чувствует какое-то напряжение в доме, потом может повесить свадебную фотографию на видном месте в белой рамке. И иногда это тоже... Это не последнее значение имеется в самом процессе. Да, иногда заставляет мужчину погладить ее по голове и посмотреть ей в глаза. Собственно говоря, к церемонии больше трепетно относятся дамы. Они выбирают себе платье, они выбирают себе визажиста. И с какими проблемами приходят чаще всего за сутки, за двое? Небом клянусь, замуж за него не пойду. Мне кажется, что я разочаровалась. Или звонят прям мои хорошие знакомые, стилисты. Говорят, Наташа, ну расчески летают, третий раз моем голову. Ну истерика, психоз, ну надо что-то делать. Иногда приходится разговаривать по телефону и говорить, что тихо-тихо. А причина какая? Беспокойство от того, что не все идет по плану. Упало кольцо, забыли дома. Да, мы знаем, что медийные люди по несколько раз иногда возвращаются домой. Об этом узнают журналисты и делают из этого раздутую какую-то драму. А драмы нет. Вот день свадьбы уже надо выдохнуть и получать удовольствие. Дальше оно все равно все решится. Сейчас танцуем, поем. Максимум все должны уделять внимание, чтобы делать праздник. Не сидеть с кисными лицами. И даже если никогда брат не танцевал, видит немножечко скучновато. Вставай и пляши. Давайте все-таки не о том, что происходит на свадьбе так или иначе, а вот о подходе. Давайте вернемся к женским платьям и к мужским. Помните такой анекдот? Ребенок спрашивает, видя брачующуюся пару, спрашивает у своих родителей, почему на невесте белое платье, а на женихе, мол, другого цвета, да, что мама говорит, ну как же, у нее сегодня белый цвет, у нее счастье, праздник. А что же, говорит, у жениха траур тогда, если он в черном. Логика. Вот. Да, элементарные какие-то такие вещи. Насколько современная молодежь, насколько современные молодые люди отличаются мужское и женское. Вот именно на этом как-то хотелось бы сконцедрировать. В идеале, если любит мужчина и понимает, что для женщины это важно, он сказал, милая, занимайся, занимайся, я буду участвовать в подготовке, я буду учить танец, я схожу, попробую меню, но пусть будет как ты хочешь. Танец, это же не атрибут такой важный очень, да? Конечно. Танец жениха и невеста. Жених невеста. А много вообще... Парень с мамой, она с папой, это всегда вызывает слезу нашу скупую взрослую. Ага, с родителями. Конечно. А вообще, что-то изменилось по сравнению с тем, что было 20-30 лет назад? Конечно, сейчас не сажают на медвежью шкуру, не пекут караваи, сейчас не выкупают невесту вот так вот прям с баяном, со всеми делами. Сейчас стало более современное, даже за третьим транспортным кольцом. Можно сказать, более цивилизованное или просто меньше традиций? Меньше традиций. То есть сама по себе традиция становится иной? Я хочу, чтобы меня на тачке покатали и бросили в буду на второй день, а дети говорят, не надо собирать на девочку, на мальчика, не надо ничего этого красивого в ресторане посидели, мы уехали в путешествие, вы сколько хотите, столько и сидите. Вот так сейчас. И наоборот, у меня есть еще один пример. Молодой человек никогда не был женат, и он говорит, я хочу свадьбу, я хочу большое мероприятие, я хочу невесту в белом платье, которая уже бывала, уже замужем. Она говорит, может, поскромнее? Нет, 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 я единственный раз буду жениться, я верю в это, и давайте сделаем все как надо для бабушек, дедушек, мамы и папы. А вот интересный момент прозвучал, вы сказали, что я один раз буду жениться, сейчас это уже становится такой, как своего рода редкостью, да? Человек, который вступает в брак, мужчина, будь то девушка, будь то молодой человек, они заведомо уже уверены, что это случится может и еще раз, и еще раз, и еще раз? Молодежь, нет, сейчас стало более осознанно, я свои исследования проводила, и могу сказать, что сейчас они больше хотят учиться, и если уж они пошли в ЗАГС, они пошли осознанно, у них совершенно нет уже этих прыжков, как в наше время, там, не знаю, вот мне было 18, а какой учебе, как я буду жить, чем я буду кормить детей? Я думала, меньше всего, у меня были папа с мамой за спиной, у него были родители, которые сказали, все будет, а сейчас дети говорят, спасибо большое, мы всегда рады вашей помощи, но жених, который говорит о том, что я должен позаботиться о том, чтобы у меня было образование, чтобы я прокормил семью, он более логичный и осознанный, чем, может быть, даже мы в том веке. То есть мы что извлекаем из услышанного и вами рассказанного? Большой разницы в подходе к осмыслению того, что собой является свадебная церемония, не наблюдается, да, то есть если молодой человек дал согласие на уровне совершенно уже таком обдуманном. Это она дала согласие, он ее как бы берет. Нет, я имею в виду, дал согласие на вот такую свадебную церемонию, вот такого настоящего традиционного типа, потому что кое-кто говорит, ну к чему это вот так много всего, давайте как-то попроще, такое же тоже получается. Да, да, из экономии и пандемия нас научила, что если сильно хотят пожениться, пришли, на лестнице паспорта отдали. А гадость пьем из экономии, хоть по утру да на свои, да? Однозначно. Понятно. Получается так, что у девушки просто больше точечек, каких-то маленьких секретиков, вот это вот нужно, да-да, здесь вот что-то подкрутить, здесь нужно что-то поднадеть, здесь должно блестеть. Это событие. А жених черный костюм надел с белой рубашкой и готов. И туфли почистил. И всегда пингвины, всегда красивые. Это действительно так. И тем не менее различия между отношением к свадебной церемонии со стороны мужчины и женщины обнаруживаются. Свадьба — это праздник для женщины. И если это вовремя понять, то всё автоматически сразу становится на свои листах. Ты можешь стать праздником и для мужчины, правильно? Конечно, ты просто участвуй, возьми вазелин для губ и хорошее настроение, немножечко валидола на случай, если будут непредвиденные какие-то ситуации. И просто любите друг друга. И понимайте, что в этой жизни любовь, удача, здоровье, благополучие совершенно не зависят от этого дня. Но он может его очень раскрасить и помочь всем родственникам очень быстро перезнакомиться. На этой оптимистичной ноте, я думаю, мы и закрываем сегодняшнюю тему. Вы услышали много полезного, яркого и интересного. И, возможно, приобрели новый взгляд на хорошо известные вам вещи. Наталья Толстая. Всем любви и добра. Дмитрий Таиров, мне ничего больше не остаётся, как присоединиться к этому замечательному пожеланию. Любви и добра. До новых встреч. Психология.